Мы продолжаем доказательства. Это обычное дело, что доказательства прерываются где-то посередине теоремы. Из-за звонка. И ничего с этим не сделаешь. Чем мы занимались? Мы рассматриваем дифференциальное уравнение. 1, 1, 1. 1, 1. И занимались приведением его к диагональному виду. Точнее приведение матрицы старших коэффициентов к диагональному виду. Ну вот это понятие приведения к диагональному виду. Это означает, что надо найти такую систему координат, в которой уравнение примет диагональный вид. Эту систему координат можно встроить. Но теорема, которая важна для курса, состоит в том, что количество диагональных элементов в новом базисе, вот это вот в новой системе координат. Матрица приведена. Вот есть система координат. Пусть это та, которая написана была 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. И в ней матрица имеет вот такой вот вид. Вид диагональный. Это прячется за словами, что приведем матрицу к диагональному виду. Тогда на диагонали можно посчитать количество положительных элементов и количество отрицательных элементов. Оказывается, что эти количества равны сумме кратности положительных нулей и, соответственно, сумме кратности отрицательных нулей вот такого вот уравнения. Здесь детерминант написан. Доказывать сходу не получилось для всех матриц, которые записаны в таким вот виде 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. У вас они были выписаны. И решили сначала построить ортогональную, шаг первый. Строим ортогональную матрицу. Такую, что в системе координат кси равно х умножить на с. Вот это вот количество n с плюсом с крышкой, мы его сами строим, равно n с плюсом в х с точкой. И количество n с минусом равно n с минусом от х с точкой. Вот это вот количество нулей на диагонали с положительным знаком. Их надо просто посчитать. А вот здесь вот надо считать с учетом кратности. И что мы взяли? Мы взяли просто для любой невырожденной S. Имеет место следующее утверждение, что альфа и житая, ну это вот то, что мы строим, я так с крышкой обозначил, в С с точкой. Эта матрица, она имеет вид вот такой. СТ на А на С. Где А это матрица, которая имеет вот такой вот вид. А ж от х с точкой. Это то, что нам дано было. А вот это вот выражение, в общем-то, известно. Так преобразуются квадратичные формы. И так как вот это вот симметрическая, а она симметрическая просто по условию. Вот здесь вот написано, что матрица является симметрической. А вот это вот, по-моему, не вырождено. Она не вырождена по той причине, что S транспонированная умножить на S равно единичной матрице. Ну и если мы сейчас вычислим детерминант, то получим, что этот не 0, и этот не 0, а произведение их равно единице, ну то есть не нули. Так вот, если она не вырождена, существует ортогональная матрица S такая, что S, T, A, S диагональная. А теперь, какими свойствами обладает эта диагональная матрица, хотелось бы у нее подсчитать количество нулей на диагонали, положительных и отрицательных. И рассмотрим вот такой вот определитель, определитель, вот это вот детерминанты, если в виду, что это детерминант. от S T, A, S минус лямбда на единичную матрицу. Вот сюда вот можно добавить S, T умноженное на S. Это единичная матрица. Ну, можно считать, что это вот здесь стоит, не важно. Хорошо, пусть будет вот так, заменим ее. Но мне бы все равно хотелось там еще E оставить. И я ее заменю вот на такую матрицу, точнее. Вот эту матрицу. Я получу S, T, A, S минус лямбда S, T E, S вот здесь знак определителя стоит. Отсюда видно, что вот эти вот эти вот S, T и вот эти S уходят в разные стороны. Получится S, T на A минус лямбда Е, S вот здесь знак определителя. А теперь, ну, известно, что это вот таким вот образом будет S, T умножить на определитель A минус лямбда Е умножить на определитель S. А вот это умножить на это равно единице. То мы получили, что вот это вот равно A минус лямбда Е Ну, еще важно иметь в виду, где это? Здесь вот такая вот нет, а все равно не пишет. Где это верно? Это верно для любого лямбда, принадлежащего ну, у нас R. теперь получается, что ну, просто вот это уравнение совпадает с вот этим вот уравнением. А вот это вот уравнение 1, 2, 2. Таким образом, совершенно точно доказано, что N с плюсом вот той матрицы, которую мы построили. Она существует... Ну, что же построить? Надо достаточно доказать, что существует. Она существует по аналитической алгутрии, наверное, или геометрии. Я не знаю точно, откуда это взялось, но это очень похоже на преобразование квадратичной формы, но это свойство матриц. Вот здесь вот будет N с плюсом от X с точкой. Вот. И N с минусом равно N с минусом от X с точкой. Мы доказали теорему для частного случая. А теперь будем обобщать ее на все те системы координат, которые написаны в условиях. А в условиях получается, что мы имеем вот что. По условию теоремы N но нет, не N погодите. Там ведь получается, что будет матрица вот такая. Альфа и сжито в X с точкой. А эта матрица будет равна, мы где-то этим занимались, она будет равна вот такой матрице умножить на FI по X. По-моему, здесь стояло транспонирование. Вот так стояло транспонирование. А вот здесь вот умножить на FI по X. А FI по X как-то коротко было обозначено, что FI по X ну, в точке X это вот что-то такое. Это матрица Якоби и она будет FI по X и тому не, не так. FI и D по X житому. Вот этот индекс бежит вот в эту сторону, а вот этот индекс бежит вот в эту сторону. Так вот, существует такая матрица. А вот эта вот матрица была в самом начале, когда были сказаны вот эти вот названия, здесь спрятано, что матрица Якоби является невырожденной. А то, что она невырождена, это означает, что детерминант вот этой вот FI от по X в каждой точке X не равен нулю. И что мы имеем? Мы имеем следующее, следующее, та матрица, которую мы построили, вот это вот альфа с крышкой и житая в точке кси с точкой, но здесь, правда, она несколько другая, вот эта вот матрица является диагональной, а вот эта вот матрица тоже диагональная, но уже по заданной. А если две, вот эта матрица симметричная, вот эта матрица диагональная и вот эта вот диагональная, то где-то в аналитии было доказано, что количество вот n с плюсом будет равно n с плюсом с крышкой и n с минусом будет равно n с минусом с крышкой. А это уже конец доказательства, нам больше ничего не надо. Надо было доказать, что вот эта вот величина равна вот этому, точнее вот этому. Ну это действительно так, и вот из звездочки и двух звездочек получается, что вот это вот равно вот этому, а вот это вот равно вот этому. Какой толк с этой теоретой? вот разобраться с ну может быть я рада начал говорить. Сейчас нужно определить, нужно дать определение, что называется типом дифференциального уравнения и какие мы будем рассматривать. Дифференциальное уравнение 1,1 я просил выучить это уравнение, имеется в виду, что это самое первое уравнение с симметрической матрицей старших коэффициентов аэши это уравнение называемый первое эллиптическим второе гиперболическим а третье ультра четвертое в точке х со знаком точки так и хочется говорить по-английски потому что вот эта точка это точка а вот это вот до нет это тоже так вот она называется параболическим вот в этой вот точке если и только если первое ну имеется ввиду соответственно n с плюсом в х ну пусть будет с точкой плюс n с минусом в х с точкой равно n и вот этот вот n с плюсом в х с точкой принадлежит множеству либо это ноль либо это n н дальше гиперболическим если n с плюсом n ой в точке x ну там в общем более хитрые лекторы они не пишут вот этот вот x а просто остаются с плюсом а плюс n с минусом в x точкой равно n и это означает что нулевых элементов и n с плюсом в x точкой принадлежит множеству из единицы и n минус единицы третье ультрагиперболическим когда n с плюсом в x с точкой плюс n с минусом в x с точкой равно n и n с плюсом в x точке принадлежит вот такому вот множеству целых чисел от 2 до n минус 2 четвертое параболическим если n с плюсом в x с точкой плюс n с минусом в x с точкой меньше чем n вот этот вот случай не изучается нами не изучается а что касается этого случая параболические эти параболические тоже делятся на в общем как вот гиперболические делятся на части так и параболические делятся на какие-то подгруппы вот те тоже не изучаются изучаются тогда когда одна есть нулевая нулевой компонент на диагонали дальше а теперь зачем нужна была нам теорема решать здесь еще наверное надо написать где n с плюсом от x с точкой n с минусом от x с точкой решение это сумма кратности положительных и отрицательных корней уравнение по-моему один два два в x с точкой значит говорят про каждую точку где-то в заданиях даже есть задача найти где какой тип уравнения так вот тип уравнения определяется для каждой точки ну все а зачем нужна эта теорема она ну применяется еще и вот так что можно решить уравнение а минус лямбда е это первый шаг решить а второе посчитать корни н с плюсом и н с минусом но обнаруживается что решить вот это вот уравнение иногда бывает очень трудно и легче привести при помощи элементарных преобразований столбцов и строк вот эту вот матрицу к диагональному виду вот здесь какое-то образ какое-то простое преобразование сделать вот так вторым шагом сделать это уже будет вторая вот это был первый шаг потом будет с2 вот ну и и так далее вот добиться диагонального вида а потом просто посчитать количество элементов на диагонали и причем можно сказать что вот где это верно будет это будет верно когда кси в системе координат равно х по-моему на с1 с2 вот в этой вот системе координат которая определяется вот таким вот ну суперпозиция элементарных преобразований и в этой системе координат она будет иметь диагональный вид а это иногда нужно за тем чтобы вычислять коэффициенты при первых производных значит если кто-нибудь скопировал вот себе вот такой вот такой лекции то здесь все описано здесь скорее всего все примеры и задания по крайней мере те которые еще от жука достались я здесь преподавал профессор жук и тематика полностью сохранена дальше дальше есть раздел 1 3 ну нам сейчас это уже не нужно где-то девушка говорила что это как-то делается это вот так вот ластик потом вот сюда нажим раздел 1 3 о примере адамар рассказать примеры адамара у меня четко не получается потому что если вы откроете владимирова и жареного то обнаружите что там нет определений так что придется рассказывать так как я понимаю а здесь что рассматривается да зачем нужен этот пример адамара адамар был первым кто обратил на это внимание а задача должна быть корректной некорректные задачи тоже можно решать но они дороже стоят а вот корректно встречает включает то что решение существует то что оно единственное и то что оно непрерывно зависит от задаваемых функций вот то что оно существует без этого как-то просто ничего ну какой-то стандарт а что касается непрерывной зависимости от функций задаваемых это на контрольных не проверяется как правило потому что это большая трудная работа а без нее проводить вычисления ненадежно а если что касается компьютера то когда всякое время пропадает иногда случается так что коэффициенты при времени обнуляются он считает как хочет просто из-за округлений выскакивают ошибки и вот об этих ошибках сейчас немножко поговорим что рассматривается задача поиска всех функций у от x ну пусть будет y принадлежащих c2 от g это в общем-то совсем не мешает немножечко иметь схемы вот это вот оба g g принадлежит r2 вот это вот пусть будет точка здесь есть система координат какая-то пусть будет вот такая вот система координат для простоты вот здесь вот на этой системе координат альфа вот здесь вот бета и воздействие ось y вот это ось x и рассматривается задача всех функций принадлежащих c2 нас же это все производные до второго порядка включительно непрерывны включая саму функцию таких что у по x x в точке x y плюс у по y y в точке x y равно нулю и это для любых x y принадлежащих же это элитическое уравнение адамар такое уравнение и еще у в вот какой-нибудь вот этой вот точке x а по y 0 равно нулю и у по y от x 0 равна ну какой-то заданной функции у1 от x и вот это вот для любого числа x принадлежащего альфа бета где я в общем-то слова сказал уже словами g это область область это открытое связанное множество в r2 вот и надо найти вся проблема вот здесь если здесь будет стоять минус то это уравнение гиперболическое и оно решается а в чем вот здесь вот проблема я не очень понимаю потому что очень похоже вот так вот как-то описывается движение воды и она разлетается в общем-то во все стороны и причем это не сжимаемая вода а как это физически точнее себе представить я не понимаю и надо сначала определиться с определением а вот эту давайте обозначим 1 3 1 и 1 3 2 определение решение у с крышкой от x y задачи давайте напишем все-таки x y принадлежит g задачи 1 3 1 1 3 2 непрерывно нет здесь не совсем не совсем так вот эта вот функция уже задана задачи соответствующие удовлетворяющие соответ вет задаваемому условию условию ну путь будет задаваемой функции задаваем задаваем заданной функции у с крышкой 1 от x x принадлежащая альфа бета вот здесь было задано задано 0 и функция у 1 с крышкой вот я ее зафиксировал а решение вот здесь если я вот это вот возьму нулем то нулевое решение будет существовать и возможно даже единственное так вот соответствующая вот вот этой заданной функции называется непрерывно зависимым от задаваемых функции у 1 от x знаете я вот здесь себе позволю нарисовать вот была была функция вот это вот у 1 от с крышкой а вот здесь вот существует целый вот целая такая полоса функции вот это вот функции у 1 вот обнаружили говорят что она непрерывно зависимая если если в какой-то точке вот допустим вот в этой точке если я вот здесь возьму какую-то эпсилон окрестность больше нуля вот это вот там где решение где же еще есть третья координата так вот если я возьму окрестности решение то для любой окрестности найдется вот такая вот полоска дельта полоска что любая функция вот отсюда будет лежать вот в этой окрестности понимаете это так же как на первом курсе только вот здесь решение веду себя так как на первом курсе в вот это вот решение оно r вот здесь вот r стоит а вот эти вот лежат в целой полоске как будто это c пространство c так вот сейчас бы хорошо бы все это дописать определение что мы определяем называется непрерывно зависимым одно решение называется непрерывно зависимым от вот этих вот функций o1 которые лежат вот так вот в полоске если и только если я сейчас буду четко писать для любого эпсилон больше нуля существует дельта больше нуля такое что для любой функции у 1 от x такой что у1 от x минус у1 с крышкой от x надо поставить вот здесь вот так а здесь написать супремум по иксам принадлежащим альфа бета меньше чем дельта любое соответствующее им решение у от x с точкой y с точкой минус у с крышкой от x с точкой y с точкой меньше чем эпсилон но тоже как-то почему здесь выбраны разные метрики вот здесь вот выбрана метрика во-первых в каждой точке а во-вторых она ну в общем самая самая легкая из из всех на всей области понимаете можно было бы здесь написать равномерную исходимость но мы этим не занимаемся мы изучаем поточные исходимости ну так вот вот эти вот функции вот эти вот функции понимаете они колеблятся в вот в этой вот полосе а решение нас интересует вот где-нибудь вот в этой вот точке понимаете и если кто-нибудь изменит начальное условие ну к примеру мышка или компьютер который округлит не таким образом то может случиться что вот здесь вот мы будем вне этого диапазона а будем вот если по времени брать вот так вот скакать возьмем одно решение получим вот такое значение второе решение получим другое значение и толку с такой физической модели никакого понимаете она ничего не вычисляет ничего не дает а сейчас нам надо будет строить пример похожий например Адамара давайте будем просто изучать я хочу доказать что любое решение вот задачи 1 3 1 1 3 2 является не является непрерывно зависимым в точках которые не лежат вот на такой вот линии любое задачи ну наверное это задача Адамара он так не пишет задачи 1 1 1 3 1 тире 1 3 2 давайте его напишем как-нибудь у нет надо все-таки букву взять ту которая в конспекте так нельзя там с крышкой стоит у с крышкой от x y x y принадлежит g соответствующая заданной функции u1 с крышкой от x x принадлежат альфа бета не является непрерывно зависимым от функции или функции я не знаю как это говорить функции u 1 от x x принадлежит альфа бета в любой точке x с точкой y с точкой такой что y с точкой не равен нулю ну то есть мы сейчас будем доказывать что ну такая вот простая задача но если вы сюда поставите ноль как Адамар поставил то вообще нулевое решение оно существует но оно не годится вот и так а это как делается а вот здесь вот задана функция у1 а точки любые я потом скажу что сделал Адамар что нам надо доказывать нам надо доказывать отрицание если мы доказываем отрицание то как учили на первом курсе вот этот квантер меняется на существует ε больше нуля такое что для любого вот здесь квантер для любого стоит строим отрицание отрицание непрерывности здесь здесь надо писать что существует ε больше нуля такое такое что для любого дельты большего нуля существует существует у один от x такое что ну вот выполняется вот такое его соотношение такое что супремум по иксам принадлежащим интервалу альфа бета от у один от x минус у один с крышкой от x меньше дельта и у от x икс точкой у с точкой минус у с крышкой от x с точкой и у с точкой больше либо равно чем эпсел я попытался построить отрицание существует эпсел больше нуля такое что для любых дельта как на первом курсе существует функция такая что расстояние будет меньше чем дельта вот а разница между той функцией которую мы изучали изучали такую вот функцию доказывали что она плохая и и той которая соответствует является соответствующим решением будет больше чем эпсел адамар написал вот такую вот функцию не могу сказать что это адамар пусть у 1 от x равно у 1 от x с крышкой плюс 1 деленное на k синус от x минус x с точкой плюс надо пи на 2 написать соответствую соответствующее ей почему она не пишет соответствующее ей решение будет вот такое у 1 у от x y равно у с крышкой от x y плюс 1 деленное на k в квадрате по-моему здесь написано синус гиперболический от от k y и еще синус от x минус x с точкой плюс пи деленное на 2 ну а сейчас будем проверять что что этот сейчас мы подберем такую функцию которая удовлетворяет отрицание ну во-первых будет ли вот эта вот функция решение это мне придется поставлять вот это вот уравнение то что вот это было решением это уже написано это уже сказано в условии а теперь разбираемся с вот этим а вот здесь еще надо написать k и если сюда записать k то вычисляя две производных по x вот отсюда видно что получится k в квадрате и минус будет из-за того что при вычислении производной от космуса выйдет минус и вот это вот выражение будет с минусом а когда я буду вычислять по y там еще надо по y вычислять то минус не появится а выйдет просто k в квадрате эти k в квадрате роли не играют но из-за минуса который вот отсюда вот возникает при вычислении второй производной будет выполняться равенство в каждой точке так что мы сейчас проверили что вот это вот решение дальше мы можем найти такое а вот эта функция вообще-то меньше единицы меньше единицы по модулю так что понятно что найдется такая такое k начиная с которого вот эти вот эта вот величина будет меньше чем дельта вот это дельта которая стоит вот здесь и это будет выполнено вот это сюда переносим это будет выполнено на всем интервале вот том который нам нужен а что касается вот этой величины то и видно что вот эта вот функция стремится к плюс бесконечности а вот это стремится то и погодите погодите а что я но это я не так нарисовал имеется ввиду что знаменатель стремится к плюс бесконечности и найдется ну просто видно там написано какие в общем нам надо брать будет четное к затем чтобы вот эта вот величина когда в x точкой вот это вот будет обращаться в 0 а если мы будем брать четное к то вот синус будет между единицей и минус единицей бегать а тогда вот это для достаточно больших к вот эта вот величина будет больше чем единица вот это вот и разность между функцией и той которую мы изучаем будет больше чем эпсилл это понятно или непонятно вот смотря просто на рисунок что найдется такое эпсилон ну к примеру эпсилон можно взять равным единице это единица больше чем а теперь существуют дельты такие что что возьмем к такие чтобы один на к был меньше чем заданная дельта но такое можно сделать потому что существует архимеда по моему лям есть который существует такое к который будет больше чем один на дельты какой бы дельты действительно не было так что вот это вот к существует существует к такой что выпрыгнуты вот эти соотношения это вот это соотношение вот на эту вот разность дальше а теперь нам надо сделать по правилу лопитали если вот отсюда вычислить предел то вот этот предел равен бесконечности и поэтому существует существует к н такое что для любого к большего чем к 0 будет что вот эта вот величина будет будет больше чем к ну все мы построили при этом мы использовали какой у у нас был нет не использовали мы сейчас интересовались вот здесь вот вот такой вот точкой ну задано было так мы изучаем сходимость в одной точке или отсутствие сходимости в одной точке и что мы получили мы получили в результате что утверждение верно для любого для любой точки y которая не равна нулю а 0 не годится потому что вот это не уйдет в бесконечность понятно а какой был пример у одомара у одомара про определение сходимости просто ничего не сказано наверное считается что считалось что это очевидно а пример состоял вот из чего вот эти вот вот эта вот часть была стерта ну не было его здесь рассматривалась одна функция и вот здесь вот тоже не было вот этого вот а вот здесь вот k написано здесь sin k x вот а здесь есть некоторая особенность вы понимаете вот когда вот эти вот x они же могут равняться и и когда они равняют равны то вот здесь всегда стоит 0 ясно и вот такого стремления что вот это вот будет больше чем k не получится потому что это уходит в бесконечности а вот это вот равен нулю при при x равном ну например пи и получается что вот это вот утверждение о справедливо воде было написано для вот смысле вот этого определения у адамара пример адамара который состоит вот из этого вот например адамара и вот этого тоже нет но это совсем к делу не относится у него 0 написано вот здесь вот то есть изучается только нулевое решение а и и вот здесь вот этого нет наверное сделано затем чтобы легче было запоминать вот это есть пример адамара а он в общем обеспечивает ту же самую тот же самый результат но вот здесь надо еще писать для любого x не принадлежащего ну множеству 0 плюс-минус пи и так далее потому что у вас здесь вот будет 0 стоять я а потом вот здесь попробуйте определить в каком смысле пример адамара дает неустойчивость у меня не получилось формулировать все с этой темой что будет на экзамене за этой темы я сказал что обязательно будет преобразование дифференциального уравнения и скорее всего будет пример адамара как было в прошлом году дальше на эти стихи наверное потому что это достаточно представительно и легко изучается метахарактеристика раздел 2 метахарактеристика в р2 ну из-за того что это р2 изучаются имеется ввиду дифференциальное уравнение которое записывается в виде а от x а от x используются вот эти переменные которые раньше любили физики сейчас не знаю у по x x ну сейчас изменилось компьютеры появились 2 у по x у по x у по x плюс c от x у по y у по y вот это уравнение плюс b1 от x у по x плюс b2 от x у по y у по y плюс d от x y u равно f от x y вот это уравнение 2 1 тоже надо запомнить что такое уравнение есть и вот такая вот манера писать ну используется что здесь есть что вот эти функции а b c b1 b2 вот здесь два небрежных написано и еще свободный член нет еще d есть и свободный член дифференциального уравнения f все они принадлежат c от g а вот здесь x y принадлежит g дальше используется еще что это уравнение второго порядка мы изучаются это записывается словами что а от x y ну наверное по модулю плюс b от x y тоже по модулю надо писать плюс c от x y по модулю не равно нулю а вот это считать надо уметь эти всякие мелкие формулы тоже имеется ввиду что это написано уравнение второго порядка дальше по-видимому ничего и нет а далее определим что называется решением определение решение дифференциального уравнения 1 1 ну это вот такая манера говорите это ну понимаете вы как ну лучше бы знать что вы ищете часто бывает так что знаешь что ищешь а то что нашел это не то что искал тогда надо давать определение где-нибудь потом ну хоть как-то знать что вы ищете нужно в самом начале так вот решение дифференциального уравнения 2.1 это функция у которая по обозначению равна у от х у принадлежащая c2 от g такая что для любых x y принадлежащих g верно числовое равенство в 2.1 вот если это будет допустим обобщенное решение какой-то студент подошел так-то с сожалением сказал у вас нет у нас нет обобщенных решений ну так вот если это обобщенное решение то здесь будет верно не числовое равенство и не в каждой точке понимаете а вот здесь вот будет написано почти всюду а когда у вас результат почти всюду у вас не чистый результат у вас просто недоделки все обобщенные решения это недоделки вот там ну тоже надо думать что делать конечно толк их есть но вот это вот сходимость которая по супремому понимаете супремому от вот вот это сходимости в c либо здесь когда говорят поточечно это в c l бесконечность понятно это означает что в каждой точке это сильный результат а вот когда пишут в c l2 то это вот здесь вот написано r то и вот здесь вот r написано то ну это означает что площадь вот где-то там будет как-то вести себя а вот про каждую точку вот пользуясь вот такими вот обобщениями ничего нельзя сказать понимаете это это я могу вспомнить кто из академиков из математического института признавал только результаты в бесконечности понимаете где с управой про каждую точку можно что-то сказать какая вам разница вот можно сказать что точно не взорвется а можно сказать что может быть не взорвется понимаете это разные способы ответа вот обобщенные очень часто являются ну неточным результатом вот когда вот начинается почти все это уже просто написано не точно ну ладно мы определились с тем что мы ищем дальше еще надо сказать как называется дифференциальное уравнение определение дифференциальное уравнение 2 1 называется первое эллиптическим второе гиперболическим а третье апараболическим в точке в точке x y если и только если так писать можно а вот вот это вот называется если бы я вот здесь написал если то вот это и вот это вместе дают вот такую вот импликацию две стороны так вот она называется гиперболическим эллиптическим первое b в квадрате от x y минус а от x y c от x y y меньше 0 это ну вот там кольц стоит вот такой вот возникает но и еще здесь вот вот сюда вот надо наверное написать что а от x y не равно нулю но я как-нибудь потом договорю второе когда b в квадрате от x y минус а от x y на c от x y равно нулю и нет здесь больше нуля извините больше нуля вот это вот имеется в виду гиперболический в одной конкретной точке и третье если b в квадрате от x y минус а от x y умножить на c от x y равно нулю вот это параболический случай е но я бы вот сюда сейчас написал где а не равно нулю специального уравнения в точке где а не равно нулю как здесь написано не помню честно говоря а здесь не так наверное это не имеет значения не могу я точно сказать я подумаю все значит вот это определение используется вот для этого вот уравнения понятно и если вас мы это уравнение изучаем еще у нас было уравнение 1 1 мы его изучаем тоже ну по крайней мере приводили к диагональному виду изучали так вот для этих вот уравнений мы можем давать ответ а если у вас на экзамене спросят какого типа уравнения y ну вот допустим 4 штриха плюс y то надо отвечать что мы такого не изучали понятно то есть есть только два типа уравнений которые мы изучаем вот такое вот 2 1 и вот такое вот то есть выискивать здесь какую-то симметричную матрицу какую-нибудь приводить ее к диагональному виду ну не надо просто этого нет в курсе всего теперь надо еще разбираться теоремой что давайте теорему докажем сейчас мы занимаемся вот вот а сколько у нас времени осталось существует теорема которая говорит следующее что вот если если есть область вот то для любой точки вот в этой вот области задано дифференциальное уравнение 2 1 и вот допустим вот здесь вот точка для любой точки вот этой существует ее окрестность вот это вот существует а вот здесь для любой точки существует окрестность в которой уравнение имеет вид вот здесь оно было гиперболическим это везде в же а вот в этом вот месте оно имеет вот такой вот вид у по x y плюс так далее равно нулю то есть оно резко упрощается вот здесь вот здесь у по x каким-то коэффициентом и локально это можно сделать в тех примерах которые рассматриваются в заданиях вот это вот области она либо захватывает все все же либо она захватывает ту часть в которой решение будет взаимно будет существовать и единственно и то же самое с параболическими уравнениями и чтобы вот на это на все отвечать нужно давать много определений давайте попробуем для поиска в итоге системы координат здесь новая система координат стоит понимаете вот здесь я нехорошо написал здесь должно быть написано вот здесь вот вот здесь должно быть вот такое вот уравнение у по кси это плюс у по кси плюс так далее равно нулю а вот в этом вот месте существовало уравнение 2,1 оно везде было задано так вот для любой точки существует вот такая вот окрестность в которой будет выполняться вот такое уравнение которое уже легко решается а чтобы найти вот эти вот новые координаты и новую систему координат нужно там нужно несколько определений вот самое ходовое определение они такое что уравнение уравнение характеристик дифференциального уравнения 2,1 это уравнение в дифференциалах ну надо вот это все переписывать а от x y вот эти вот индексы отправлять ну вот в эту вот часть в таком вот виде d y ну давайте вот так напишем в квадрате минус вот этот вот знак надо менять на противоположный минус 2 b x y dx dy а вот эти вот индексы отправлять вот в эту вот часть плюс я сейчас заканчиваю c от x y c от x d x в квадрате вот это вот равно 0 вот это вот очень важное уравнение пожалуйста вот в этом месте не ошибайтесь что у вас здесь вот меняется знак вот видите знак меняется а вот здесь вот отсюда dy переписывается оттуда dx и все вот это вот никакого отношения к уравнению характеристик не имеет если вы ошибетесь вот в этом месте то потеряете два часа контрольной и получите 0 вот за это вот за то что вот этого не знают спасибо за внимание до свидания спасибо